Что ни зима, на дорогах беда. Если городские магистрали хоть как-то доочищаются от снега, то остановочные карманы и разделительные полосы после так называемой очистки ежедневно становятся причинами для травматизма горожан. Вот сними, на коробке. Снимай, бабуля, снимай. Ой-ой-ой-ой, безобразие. Вот теперь здесь снимли. Пешеходные переходы, засыпанные снегом, дороги чистятся, а для пожилого и остального возраста очень сложно перейти. И бордюры, засыпанные снегом, ну как-то надо дорожникам очистить. Не все, а где вот именно остановочные остановки и переходы. Пока возмущенные пешеходы с просьбами убрать с переходов снег, кроме как к дорожным рабочим, не обращались ни в администрацию, ни в надзорные органы. Однако и те, кто выслушали жалобы, никак на них не отреагировали. Ну это уже давно, мы звонили, мы, я не знаю, их показывали. Вот у нас тут люди убирали, мы подошли, сказали. Рабочие были, но ничего не сделали, вот так и переходим, лазим. Вот ладно, мы еще помоложе, а которые постарше, так вот, молодые люди их вытаскивают уже. Особенно острый вопрос очистки пешеходных переходов от снега стоит в районах, где расположены детские учреждения. Здесь, возле школы искусств и детского сада, родителям, зачастую с детьми на руках, приходится нередко дожидаться того, чтобы автолюбители, наконец, предоставили им преимущество в движении. Дело в том, что если стоять далеко от дороги, то никто не остановится. А если подойти ближе, то с такого ухаба можно с легкостью угодить под автомобиль. За комментарием по решению проблемы мы обратились в ангарский отдел ГИБДД. Сотрудниками группы дорожного надзора ежедневно проводятся проверки состояния уличной дорожной сети. И ежедневно выносится предписание в адрес и администрации, и подрядчика, который отвечает за содержание дорог, солидарность нашей администрации. В данный момент проблема известна. Если в течение трех дней данная проблема не будет решена, то мы опять оштрафуем администрацию за неудовлетворительное содержание улицы дорог, и также материал будет направлен в прокуратуру. Насколько эффективны такие мировоздействия, говорить не приходится. Ведь это не первые штрафные санкции ГИБДД в адрес администрации. И, видимо, не последние. Ольга Дерибера, Владимир Селиванов, Местное время. Субтитры создавал DimaTorzok